Глава Сбербанка Герман Греф дал интервью журналисту телеканала «Россия-1», в ходе которого он рассказал о планах развития компании и особенностях ее работы. Также банкир назвал самый безопасный, по его мнению, финансовый инструмент для инвестирования. Глава Сбербанка об экономике РФ и отношении к ЦЭП по мнению главы Сбербанка 2019 год, на фоне подготовки к реализации ряда наций-проектов, может стать периодом построения базы для дальнейшего развития российской экономики. При этом специалист отметил, что в настоящий момент по-прежнему сохраняется угроза санкционного давления. По его мнению, в следующем году экономика РФ может вступить на путь развития, поскольку в этот период начнется активная работа по практическому воплощению наций-проектов. Также Герман Греф отметил высокую налоговую нагрузку на бизнес-сектор РФ, противопоставив ей ставку НДФЛ, которая, как он считает, может быть увеличена. Глава Сбербанка обратил внимание на особую модель работы, созданную ЦБ, по его мнению, заданные Центробанком высокие стандарты, в котором многие финансовые учреждения не были готовы, позволили банковскому сектору начать процесс оздоровления. Жизнь после Сбербанка Герман Греф заинтересован в технологическом предпринимательстве. Так специалист обозначил свою возможную сферу деятельности, в случае ухода с поста главы Сбербанка. Банкир считает, что технологии способны определять будущее, делая своих владельцев сильнее. При этом глава компании обратил внимание на то, что в его планы не входит возвращение в правительство РФ, в котором он работал ранее. Единственным условием перехода в данную область, по его мнению, может стать сверхэкстренная ситуация. Глава Сбербанка о безопасных финансовых инструментах для населения РФ по мнению Германа Грефа, а в для населения являются финансовым инструментом с минимальными рисками. Специалист отметил высокий уровень их доходности, подкрепив свою точку зрения рассказом о собственном опыте приобретения облигаций федерального займа. Работа с валютными бандами, исходя из слов банкира, может обернуться необходимостью выплаты крупной суммы налоговых сборов. В конечном итоге, по мнению главы Сбербанка, весь доход от подобных сделок может уйти на оплату различных сборов. Примечательно, что ранее Сбербанк заявил о подготовке к включению возможности приобретения в приложении Сбербанк Инвестор. Также говоря о ведении клиентов, Герман Греф рассказал о том, что Сбербанк тщательно отслеживает историю каждого. Благодаря работе в данном направлении, по его словам, компания понимает, как и. Полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова